Привет, ребят! Сегодня будет обзор на новую модель мультитула Leatherman Surge Black Silver Любезно предоставленную мне магазином ilatherman.ru Ну что ж, давайте посмотрим этого зверя Все мультитулы производятся исключительно в США Для всего мира, ни в Польше, ни в Китае Этот бренд не выпускается Чехол можно носить как вертикально, так и горизонтально Внутри мы также имеем еще один карман для дополнительного инструмента Модель эта идет уже как полноценный инструмент Для меня это как аптечка при первой необходимой помощи Вот я его расклю, посмотрите, как он выглядит Шикарно, многофункциональный Как видите, все покрыто оксидом меди Чтобы защитить весь наш инструмент на долгие-долгие годы В каждом даже маленьком инструменте стоят замки Liner Lock То есть сами они у вас никогда не закроются Что предотвратит от несчастного случая Все плотно Смотрите, раз Закрыл Открывается одной рукой Что очень удобно Лезвие Очень острое И режет как бритва Что мы еще здесь имеем Очень удобные мощные ножницы Которые прекрасно выполняют свою функцию Возвращаются в исходное положение Нож серрейтер Которым удобно резать какие-то веревки, канаты Да и все, что угодно В принципе Пилка по дереву Которая меняется в два счета Вот ни разу не видел такого, ребят Это вот типа как на лобзиках Bosch И на многих там инструментах Вот меняем на алмазный напильник Который может где-то подточить крючки Также меняем в обратном порядке Смотрите, просто раз Защелкнул, все Пользуйтесь Также мы здесь имеем линейку Это на шкала Очень порадовали Плоскогубцы Кусачки Которые очень-очень острые Сделаны они для толстого диаметра И тонкого стальной проволоки Также есть обжим для проводов И также кусачки Вот смотрите Вот откушу У шурупа толстую часть Вставляем Пробуем Ух ты! Вот он Какой стал короткий Тут у нас Имеются две отвертки Большая и малая Потом в конечном итоге Кто-то переделывает ее на стамеску Так называемая шила Дырокол Все Также фиксируется На замке Нажимаем Убираем По обратной стороне У нас Замечательная Бита И открывашка Сейчас я вам поподробнее покажу Вот открывашка Вот бита Фиксируем Обычная отвертка Тут Трехгранная Пожалуйста Вот они Замочки Нажимаем Убираем Класс Незаменимая вещь На рыбалке На охоте Где-то в походах Даже просто Где-то в автомобиле В мотоцикле Теперь Он будет везде ездить со мной Всем ребят Рекомендую Компания Дает гарантию 25 лет То есть Если у вас что-то Сломается Выйдет из строя Какая-то Деталь Или весь мультитул Вам его полностью Либо частично заменят Скидочка Для подписчиков Будет По промокоду Сибирский странник В описании под видео Также ссылочка На магазин Официального дилера Где вы можете его заказать Ладно Едем на рыбалку Ребята Всем привет Вот решили мы Вырваться на рыбалку Долго не было видео Морозы у нас тут По 27 градусов Фигачат Ветер Вот сегодня потеплее Минус 23 И мы решили Выскочить на чины Сейчас я вам покажу Примерно Где мы находим Секретные наши места Решили на разведку Выехать Так что смотрите Я думаю Будет интересно Спускаемся на озеро Это все Андрюх Сами чины уже пошли? Сейчас камышки Проезжаем Проезжаем Камыши Вот оно пошло Необъятное озеро Огромадное Конца и края Не видать Снега в этом году Очень мало Уже через неделю Новый год Можно сказать Через 10 дней А на машинах Еще у нас по Сибири Можно везде ездить Даже на легковых Должен клевать На чинах Окунь Ребят Попробовать Мы решили Много вопросов было Рыбачим ли мы на чинах Ну Сегодня я вам отвечу Что на чинах Мы рыбачим Единственное Я плохо забыл Телескопическую удочку Свою Которую я в камеру Прикручиваю Чтобы под воду опустить Посмотреть Есть ли там рыба Потому что Здесь вода Должна быть чистая И можно было бы Посмотреть Ну может быть На веревку ее Как-нибудь Коупроку привяжем Опустим Ладно Все покажем Видно впереди Рыбаки Вон они Сейчас увеличу Попробую Или это не рыбаки Это не рыбаки Наверное Сейчас подъедем Узнаем Что это Да Машина стоит Рыбачок сидит Не знаю Поймал Что нет А это вдали Бригада стоит Таскают они Мемот Охода Конечно Буду вам все Показать Как это все Происходит Но Нет времени На это Вот они Трактора Люди Там Зараз Нарапотто Не вытаскивают Ну что Вот мы на месте Сейчас пробуем Лунки И будем пробовать Сюра поставим Мелкие Мормышки Потом покрупнее Вот там берег Видно Озеро Чины Той стороны Вообще Не видно Огромное Озеро Ладно Бурим Лунки Что Андрюх Клюет Подожди Не убегай Я мормышку возьму Закормить Кого? С мормышкой И кормить Вот так Какой лед Вы видели сами Сейчас я лунок 12 просверлю О Поймал Лунок 12 просверлю Покажите за окунь Ну такой Ядовой Нормальный Окунёк Ядовой Где-то 30 На 30 Нет Плак Ну что Будем пробовать Закинул Лудочку Одел я глаз Сейчас попробуем В этой лунке Разъяснилось Солнышко Стало светить О Он уже клюет О Какая мелочь Мер 이해 Солнышко Темп В этой луке Именно Ну, как бы, ядовой опушок на засолку пойдет. Ух ты! Убежал прям в лунку. Не убежал. Упал в лунку, блядь, поплыл и сам оттуда вывернул, потом назад вернулся. Я думаю, надо крупнее мормышку ставить, иначе мелочь это не даст плевать. Ух, вообще мелочевка. Ног льет, как из пулемета. О, поклубнее. Вполне себе такой ядовой окунишка удержать не могу. Нормальный. Солить можно. И в уху пойдет. Главное, что клюет, да, Андрюх? Да. Клюет тарану. Вот я сейчас думаю, крупнее мормышку одену. Будет плевать похуже. Она, может быть, и будет плевать, но не будет цепляться. Но зато покрупнее окунь будет. Ай, руки. Мерзнут. Минус 25. Без ларежек никак. На большой мормышке сейчас мушку эту... Как она, Андрюх, называется? Кто? Ну, этот, заусенец. Бородка. Бородка. Сейчас я бородку на большом пилю. Мультитулом. Или срежу. Не знаю, еще посмотрим, что лучше. Как сделать. Чтобы они сами отцеплялись. Потому что при таком клюве руки отмерзут. Если ловить на счет, то лучше, конечно, мормышкой. Если не на количество, а на качество, то лучше большую мормышку поставить. Андрюх, на мелкую мормышку фигарит. Лишил зрения окуня. Вот он, глаз. Как это не прискорбно для кого-то и дико, но очень часто мы используем рыбьи глаза в виде насадки. Она и держится хорошо, потому что мормыша надевать замучайся. Мелочь. Еле-еле теребит. Ну, как бы не совсем мелочь, но и не крупный. Вообще у этих крючков сходов очень мало. Отличные крючочки, мормышки вот эти. Я вам покажу, вставочку ставлю. Ссылку не буду давать. Они у меня в прошлом видео есть. Но крючки очень острые, тонкие. И рыба отлично на них подсекается. О, нормальный окушок. Попробуем сейчас надеть большой глаз окунинный. О, больше чем сама мормышка глаз. В общем, клев на чинах хороший. Рыбачить можно. Сейчас еще одного поймаем. Пробую с большой мормышкой. Покажу вам, как мы ее доделаем. Большую мормышку, чтобы вот так не мышца не отцеплять. Через одну рыба будет сама отцепляться. Ворозку спилим, срежем или сдаем, посмотрим. Стащил глаз. Так, свеженький. Попробуем на пустой крючок. Ну, навряд ли, я думаю. Нет еще такого жора, чтобы она брала на пустой. Сейчас она будет бить, а клевать не будет. Вот сейчас ударила. Вот на пустой крючок. Гвоздик, кубик. Называется мормышечка. Пустой крючок. Берет, но плохо. Покрупнее. Фуклев, ребята, хороший вообще. Вот, пустой крючок кидаю. Если он есть в лунке, вот его прикормили маленько, то он клюет, пока его не выловишь. Единственное, некомфортно, мороз. Сейчас мормышечка вам покажу. Вот она мормышечка. Спрашивайте в магазинах у себя. Есть гвозди-шарики, гвозди-кубики, но мне на окуне почему-то гвозди-кубик больше нравится. Ну, клюет, клюет на мормышку. Хорошо. Пробуем. Сматываем удочку на большую. Сейчас пойдем ее маленько переделаем. Крючок, леска потолще будет. Борозку стылим, либо загнем. Попробуем на другую снасть. Может быть, будет что-то покрупнее. Вот я поставил крупную мормышку. Сейчас я вам покажу. Стоял вот у меня вот такая мормышка, только не шарик, а гвоздик был, гвозди-кубик. Не дает мелочь клевать. Ребята, покрупнее мормышки одели. Я решил привязать вот такую. Большая мормышка с большим крючком, красным лаком покрашена. Тут она белого цвета. Сейчас хочу убрать с крючка. Как он правильно называется, я не знаю. Вот эту бороздку. Чтобы рыбу было проще цеплять на морозе. Сегодня мороз, еще и ветер. Сейчас попробуем убрать. Раньше я все это дело спиливал. Но сейчас проще. Соткусим лишнюю леску. Ножницы очень острые. Не хочу их портить на что-то. Там что-то ими резать. Вот леску буду перекусывать. Перерезать. Оп. Все отлетело. Так. Закрываем ножницы. Плоскогубцы. Кусачки. Настолько все точно сделано. Никаких зазоров. Я его сейчас просто возьму и кусачками отломлю. Либо сожму этот заусенец. Вот просто беру. Вставляю. И сдавливаю. Вот так вот. Все. Я его загнул. Вот такой вот получился крючок без бороздки. Удачно я его плоскогубцами замял. И подточил надфилем. Который в мультитуле присутствует. Ну вот я ее уже прицепил. Вот она. Одел. Красного искусственного мутыля. Чтобы не одевать ни глаза, ничего больше. Пробуем. Здесь бороздки хорошо как отцепляются сразу же. О какой. Смотрите. Вот на такие окуня я и планировал сегодня приехать половить. Но они будут однозначно. Видите какие. На большую мормушку. Да, клюют пореже. Но зато крупная. А! Сейчас еще 30 минут посидим. Смотрите какие. Приехали мы на разведку сегодня. Где-то на два часика. Пока пробурились. Пока мормышки подбирали. Время пролетело незаметно. Но за два часа мы успели все равно прилично поймать. Смотрите. Вот наткнулся на луночку. Прикормил. Она подошла. Изумительно клюет. Опустил я GoPro под воду. Забыл крепление свое. Вот он. Забыл крепление. И просто привязал за нитку. Я опустил посмотреть что там есть в озере Чины. Какая рыба. Что в общем там плавает вообще. Посмотрим что GoPro у нас сняла. Вот на этой удочке вытащу вам покажу. Опустил камеру. Мы видим что рыбы на дне очень много. Преобладает в основном один окунь. Даже не в основном. Дома приехав. Посмотрев отснятый материал. За час съемки в кадр не попало никакого вида другой рыбы. Был чисто один окунь. Очень крупного. Такого килограммового окуня тоже не попало. Был крупненький такой. 250-300 грамм. 122 штуки. Льет как из пулемета. Если на вармышку. Вот такой крупный окунь. Ну в принципе классный окунь. Рыбачить можно сзади. Можно и 500 штук надергать. На Дрюк сними покажи. Покажем как льет. Вон моя кучка ребят. Я уже собрал. Вот смотрите у меня щучка попалась. Окунь тоже классный весь. Вот такой это кунек. Сейчас покажу вам эти мульки. Смотрите. На голый крючок. Сейчас подожди глаз поддену. Для ребят Андрюха это шок. Для некоторых что мы рыбачим на рыбе глаза. Я на роговицу рыбачу. Это отличнейшая насадка. Я срезаю роговицу и рыбачим на роговицу. Она просто держится очень хорошо. Да. На глаз. Я делал обычную мормышку. Показать вам что окунь клюет просто на мормышку. На обычную. На маленькую. Всякий разный. И крупные и мелкие. Мы пытались на крупную мормышку. Отдавить более крупного окуня. В общем как из пулемета. Смотри. Крупный. На мелочь. Под вечер. Вот. Пустая мормышка. Ничего нету. Опускаем пустую мормышку. Глаз он снял. Поэтому роговицу он не снимает. Да. Вот на пустую. Тоже довольно таки нормальный окунек. Ну если честно говоря с глазом конечно берет получше. Ну вообще без мотылку и так клюет. Ну что ребят. На этом. Мы будем с вами прощаться. Вот такая вот обстановка у нас на озере Чины. Новосибирская область. В общем. Рыба клюет хорошо. Приехали мы поздновато. Ну. Приехали на разведку. В общем как то так. По мультитулу отличная вещь. Ребята если честно. Очень качественно. Смотрите. Будете по ссылочке проходить. Будет 15% скидка. Сибирский странник. Промокод будет. Переходите. Всем рекомендую. Ладно. Всем счастливо. Всем пока.